В выставочном зале арт-галереи «Централь Владивостока» состоялась презентация книги, посвященной 75-летию окончания Второй мировой. Основной акцент сделан на борьбе советского и китайского народов против японского милитаризма. Часть сборника приобщили к освобождению северокорейского полуострова от японских захватчиков. Очень интересные данные, которые часто встречаются и публикуются. Историческое значение. Мы понимаем, что 75 лет победа – это самое главное, чтобы мы сохранили ту историческую память, правду об истории наших народов. Статьи в книге написаны на русском, китайском и корейском языках. Главный посыл работ известных ученых, политологов, журналистов и историков сосредоточен на помощи советского народа китайскому в противостоянии Японской империи. Дополнительно в сборник включили материалы по захоронениям и памятникам советских воинов на территории КНР и КНДР, а также блестящие примеры героизма солдат Красной Армии. Уникальность этого сборника заключается в том, что, наверное, до него еще не создались такого сборника, который был на русском и на китайском языке. И это был уникальный сборник, который, думаем, будет очень интересен не только для студентов, изучающих китайский язык, но также будет очень интересно для историков и тех, кто изучают российско-китайские отношения. Сама книга вышла благодаря участию Ордена Дружбы профессора Цицикарского университета КНР Ли Ян Лина и китаиста-писателя Юрия Тавровского. Также инициативе русского клуба в Харбине, поддержке Генерального консульства Российской Федерации в Харбине, Приморского краевого отделения Русское географическое общество и Обществу изучения Амурского края и представительства Международного конгресса промышленников и предпринимателей в АТР. Кирилл Самойлов, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.